Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами лицарев Михаил и передача Эх, времена. Сегодня у меня в гостях такие, знаете, прямо вот видные, видные люди нашего города и нашего местного кировского образования. Итак, позвольте представить гостей. Ксения Лицарева, кандидат филологических наук, декан факультета филологии Вятского государственного университета. А также Виктор Чернявский, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий в машиностроении Вятского государственного университета. Господи ты мой, мне легче сейчас вообще не стало информационных технологий. И сегодня у нас с вами тема «История российского образования». Тема, на самом деле, достаточно такая, знаете, обширная. Мы постараемся в наши 35 минут это все как-то втиснуть, обо всем поговорить. И я сразу же такую вот подводочку хотел бы сказать, что вот, вы знаете, очень много критики, конечно же, в адрес Никиты Михалкова. Но я что-то тут посмотрел его последнюю программу, как раз над пропастью во лжи. И именно его программа побудила меня, собственно, вот сделать в таком формате выпуск. Друзья, давайте мы с вами будем приступать. Итак, перед тем, как мы, собственно, начнем наше историческое повествование, у меня вопрос к гостям. Друзья, что вы мне можете рассказать об образовании? Это, скорее, даже риторический был вопрос, честно скажем. На самом деле мы можем рассказать очень многое, потому что мы всю свою жизнь, ну я, во всяком случае, я посвятила образованию. 32 года, на самом деле, не считая того, что где-то с лет трех я просто стремилась образовываться и образовываться. На самом деле это большая и очень важная, очень глобальная проблема образования. И без образования не может быть, в общем-то, никакой цивилизации, никакого государства, потому что знание свет – это, может быть, самое великое достояние человека. Виктор Борисович? Ну, я не открою Америку, если скажу, что образование и медицина, наверное, если мы говорим, допустим, о будущем страны как таковой, то наше будущее – это образование и медицина. А тут вот мне хотелось бы уже исторические вставки делать. Так вот, дорогие друзья, образование в России всегда формировалось, исходя из интересов, ну это понятно, правящих верхов, так скажем. И если, допустим, в Российской империи образование формировалось только, скажем так, из мыслей, да, благодаря мыслям правителей, императоров, в советское время это была более глобальная какая-то такая вот платформа. Сейчас мы не можем как-то так сказать, а тут благодаря мыслям или не мыслям, у нас очень много и министров, и кого только у нас немного. Но мы тут с вами переходим вот к чему. Вообще образование как таковое, конечно же, оно присутствовало вплоть до первых романовых, оно было, но являлось не общим образованием. Оно и в первую очередь оно носило характер религиозного воспитания. И понятно, что на вообще формирование вот такой вот образовательной среды в первую очередь повлияла, конечно же, христианизация Руси. И именно тогда начинают появляться первые учебные заведения, опять же, религиозного характера. Но ситуация меняется, ситуация меняется в годы монголо-татарского нашествия, как у нас сейчас принято говорить. Слово «иго» у нас же вычеркнуто, понимаете, в исторической науке. Именно тогда образование начинает рассматриваться не только с точки зрения того, что вот как бы у нас элита или тут обучается, да, а с точки зрения того, что люди, обучающиеся вот в этот период, они должны получать кроме знаний еще и общественно-политическую мысль. Как раз идея объединения земель русских, так скажем. То есть именно тогда это все дело и появляется. И данная мысль фактически, вот она была, вот образовалось у нас, собственно, с вами русское царство, да, вот в годы Ивана Грозного там был домострой достаточно известный. И понятно, что в образовании очень многое это было все-таки наставлениями, советами, не было каких-либо конкретных там работ. И в большинстве своем вот все вот это образование до этого строилось на книгах Ветхого Завета, таких как «Притча Соломона» и «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Ситуация начинает меняться только в годы первых романовых, но вообще окончательный перелом, когда образование начинает интегрироваться в государственную систему, это, собственно, эпоха как раз Петра I и Екатерины II. Это вот два таких вот основных периода в XVIII веке. Именно тогда, во-первых, происходит процесс так называемой вестернизации. То есть то, что вот западное, мы стали перенимать, это у нас стало каким-либо образом насаждаться. Именно тогда, в 1714 году, появляется указ о единонаследии. Это, понятно, указ о том, что есть и имущество, собственно, там, движимое и недвижимое, но оно не может быть поделено, разделено между, собственно, наследниками. Но также там была одна очень важная вещь. Дети, там, бояр, дворян, на тот момент уже еще не совсем дворян, да, дети бояр, не имели права претендовать на какое-либо наследство, если они не получили образование. Петр I, к примеру, очень часто выступал лично экзаменатором. И вот, допустим, в морской академии, да, Петр I принимал экзамены, и студенту, выпускнику давалось всего лишь две попытки сдать экзамен. Если он не сдавал первый раз, ничего страшного, его отправили на пересдачу. То есть, вы понимаете, в комиссии сидит, ну, на тот момент еще царь, да, потом уже император. В комиссии сидит он, то есть вы приходите, тут перед вами Петр I. Понимаете, ну, это немножечко страшно, прямо скажем. Я бы испугался точно. И вот, значит, он приходит, первый раз он не сдает, его отправляют на пересдачу. И, собственно, второй раз, если он не сдает экзамен, его отправляют на какое-то судно, юнгой, без права повышения. А также он идет с пожизненной службой. То есть, фактически, вот двоечник, который не сдавал дважды, да, все, пожизненно шел юнгой. Понятно, при Екатерине II, то есть при Петре I происходит рассвет наук. Уже после смерти в 1726 году уже при Екатерине I появляется Академия наук. То есть, это все понятно. XIX век, он стал вообще не то что переломным. Образование начинает приобретать характер более массовый, так скажем. И я вот вижу, Ксения Станиславовна что-то хочет сказать. Она прямо поглядывает на меня таким грозным взглядом. Понимаете, я очень люблю Семена Полоцкого, выпускника Киева Могилянской Академии. И, разумеется, то, что вы, Михаил, говорите, это относится к русскому царству. Вы и начали с русского царства, собственно. Ну да. Но дело в том, что на Украине существовало такое учебное заведение. И на вот этой славянской территории это, пожалуй, первое такое крупное, ну мы условно можем сказать, высшее образование. Вот выпускником Киева Могилянской Академии был Симеон Полоцкий, то есть белорус. И он приезжает, как мы помним, по приглашению царя. И вот на самом деле мне просто хочется, чтобы это прозвучало. Первое учебное заведение на территории нашего государства – это Славяно-Греко-Латинская Академия в 1687 году. Ну а по поводу того, правда, вы еще до этого не дошли, по поводу того, что это было массово или не массово, позвольте с вами, ну как бы, ну все же не согласиться. В 1808 году в Московском университете, простите, обучалось всего лишь 135 студентов, всего 135. Вот, вот это мне очень хотелось добавить, Михаил. Виктор Борисович. Ну я могу добавить только одно, что если брать послепетровские времена, и в отношении особенно технических специальностей, технических направлений, конечно, огромное влияние на формирование и кадрового состава, и последующей учебной политики, скажем так, Академии наук Российской империи, конечно, оказала Германия. Ну достаточно сказать, что, например, величайший, наверное, математик всех временных народов Леонард Эйлер последние годы жизни прожил и проработал в Санкт-Петербурге и похоронен, собственно говоря, в Калининграде. По поводу массовости я еще все скажу. Безусловно, мы вернемся к этому вопросу. Но ситуация начинает не то чтобы меняться, она принимает форму чересчур консервативной, как раз после декабристов, уже в годы правления Николая Первого. При Николае Первом был такой, собственно, граф Уваров. И вот граф Уваров, который стал фактически создателем триады православия, самодержавия, народность, он делал что? Он говорил, мы должны создать такое образование, которое будет воспитывать людей на благо страны, чтобы они были в интересах, скажем так, чтобы все делали в интересах страны. Но в тот же самый момент мы будем подвергать жесточайшей цензуре абсолютно все программы, абсолютно все слова, которые говорят студенты, абсолютно все, что их окружает. Стоит отметить, что вот эта вот триада, так называемая теория официальной народности, она просуществовала вплоть до 1917 года, вплоть до октября и даже в годы Гражданской войны мы уже слышим, скажем так, такое слегка преобразившееся вот это вот православие, самодержавие, народность, преобразившееся в слова за веру царя и отечества. То есть фактически это как бы та же самая триада, которая по итогу в 40-е годы еще 19-го века была все-таки свернута. Женщины, кстати, это тоже очень важный вопрос, женщины добиваются образования только в 1860-е годы, когда появляются различные институты благородных девиц. Женские курсы. Да, женские курсы в Москве, в Петербурге, в Казани, в Нижнем Новгороде. До этого момента все-таки они, если и были, то носили такой полуподпольный характер и все-таки обучали женщин тому, как нужно быть женщиной. Вот я бы даже так сказал. И, соответственно, конечно же, то есть вот образование, да, оно может быть, конечно, оно и развивалось. Может быть, конечно же, оно и в какой-то степени принимало характер общий. Когда я говорил под общим, все-таки я руководствовался словами Ломоносова, который считал, что все-таки образование должно быть общим, оно должно быть для всех, но для всех одаренных, что нужно брать не только какую-то узкую прослойку, но также и многих других. Я все-таки тут хочу уточнить. Вот Виктор Борисович сказал о немецком математике. И вот, видите, мы не берем очень важный аспект, пока его еще не затронули, а кто должен был преподавать? Ведь была большая проблема с преподаванием. Да, безусловно. То есть ведь у нас были так называемые классические университеты, которые будут пользоваться потом и в XIX веке, да, и в XX веке классические университеты большим авторитетом. Вот, в университет, между прочим, в XIX веке мог поступить, после как раз реформы Николая I, если я не ошибаюсь, мог поступить только выпускник классической гимназии. Все остальные могли поступить только, ну, что называется, в институты, да, ну, такого технического направления. Вот, но ведь очень важно, что в XIX веке появляются учительские, педагогические институты, и именно в XIX веке формируется вот этот костяк преподавателей, что очень важно русских по своему происхождению, потому что и Пётр I, да, и Екатерина II, да, ну, вспомним, допустим, комедию «Фан Визенок», да, там, где там «Вральман» и так далее. То есть это или что там французики с Бордо у Грибоедова, да, так вот я хочу сказать, что в 1835 году из шести ведущих российских университетов, да, там было 264 общая цифра, это был профессорский состав. Из них 196 русские по происхождению. То есть на самом деле, ну, нам покажется, это незначительная цифра, потому что и в нашем университете больше куда преподавателей, да, но это важно, что ими становится, нет, мы совсем не против, да, но, так скажем, иноземцев, да, и мы интернационалисты, и всегда всё любили европейское, и даже преклонялись, но факт остаётся фактом, что в XIX веке всё-таки у России была задача вот как раз воспитать собственных учителей, собственные научные кадры. Ну, я могу добавить только одно, что, вообще говоря, в полной мере эту задачу, конечно, удалось решить только во время Советского Союза, то есть после Октябрьской революции. Ох, Виктор Борисович, уже ведь семимильными шагами вперёд ведь несётся, семимильными вперёд. Ну, по крайней мере, в техническом образовании именно так и было. И мы как раз, собственно, подходим, вот, ещё к очень важному делу, очень часто на телевидении мы с вами можем слышать слова, там, допустим, того же самого Жириновского или же как бы, как бы политологов, нужно понимать, сейчас в нашей стране любой абсолютно человек, даже с базовым историческим образованием может сказать, я политолог, прокричать это. Если он кричит, что я политолог, это не значит, что он политолог, поверьте мне. Очень часто можно с экранов телевизоров услышать, ах, вот она советская власть, вот она, значит, говорила, что сын кухарки придёт, и как же это так, какая-то кухарка, как же сын кухарки может прийти. Но, понимаете, никаких пояснений не даётся просто по той причине, что люди не понимают смысла этой фразы, они понимают всё так, как оно звучит. А в действительности Владимир Ильич Ленин говорил о чём? Он говорил о циркуляре номер 14 от 1887 года. В этом циркуляре говорилось следующее, то есть, что дети малоимущих бедняков, да, дети проституток, дети прислуги, обслуги, не имеют права получать образование, формулировка за ненадобностью. И таким образом из Одесской гимназии был отчислен в будущем, я бы так сказал, основной проводник вообще всех, по-моему, почти всех, большинства поэтов Серебряного века, один из лучших авторов переводной литературы, Корней Иван Чуковский. Его отчисляют с формулировкой «за ненадобностью». А теперь представьте себе, Корней Иванович, «за ненадобностью», письмо которого в редакцию газеты могло решить будущее поэта. Он ведь как раз открыл нашей поэзии, к примеру, того же самого короля Серебряного века Александра Блока. Он ведь открыл того же самого Маяковского, и с их взаимоотношениями связана не одна комичная история. Но, когда мы с вами говорим об образовании, да, нужно отметить вот какой. В 1897 году в результате переписи населения также подсчитывалось и количество образованных людей. И тут мы с вами имеем. На 1897 год население Российской империи составляло 178, по-моему, с копейками миллионов человек. Из вот этой вот массы, да, дворян, голубокровых, как бы сказали в советское время, было всего-то полтора процента. 91% — это крестьяне. А от общей массы населения образованных людей было всего 13%. 87% необразованных, кто не умел писать или же читать. Поэтому, когда вы видите какие-нибудь старые там картины, изображения, и неважно советского периода, не советского, да, и вы видите, как крестьянин крестьянину читает письмо, это просто по той причине, что этот хотя бы хоть как-то кумекать может. А тот-то вообще ни муму, ни кукареку. И вот такая ситуация, конечно же, когда образованных людей было мало, потому что, чтобы вы понимали, количество различных податей, выкупные платежи, абсолютно огромное количество платежей толкало людей также на рожание детей. На то, чтобы дети появлялись в большем количестве, чтобы они могли также становиться кормильцами семьи, а не только один отец. И в советское время, вот как раз Виктор Борисович об этом сказал, в советское время наступает, я бы прямо сказал так, коренной перелом. Происходит коренной перелом. Видные деятели, как раз РКПБ, такие как Крупская, Луначарский, как, допустим, Покровский, стали проводить реформы школы. И первоначально это была трехгодовая школа. И вот в процесс строительства 20-30-х годов, понятно, система немножечко менялась. Добавлялись классы, добавлялись годы. Семилетнее образование становится обязательным только в конце 20-х, начале 30-х годов. И многие хают марксистско-ленинскую модель воспитания. Но, как, допустим, признают многие исследователи, многие историки, именно она создала людей, которые стояли на началах, скажем так, победы 9 мая 1945 года. Система образования строилась по принципу, что интересы учителя и ученика, а также государства, они едины. Одни воспитывают, вторые, да, потом становятся гражданами страны. И, безусловно, даже несмотря на рост, собственно, бюрократического аппарата, ситуация все-таки оставалась очень даже неплохой. И именно тогда советское, русское образование смогло выйти в мировые лидеры, прямо скажем. Да, Ксения Станиславовна? Вы можете смелее меня перевернуть. Я очень хочу чуть-чуть добавить, Михаил, все же сказать, что в 1917 году в Российской империи было эту цифру 135 тысяч студентов. А в Вятской губернии, которая значительно превышала размеры сегодняшней Кировской области, читать и писать в 1914 году, в год создания Вятского учительского института, было всего 16 процентов умеющих читать и писать. Это не значит, что это были, вы правильно заметили, образованные люди. И хочу напомнить, что потом, уже после революции, преподаватели и студенты учительского института обратились через надежду Константиновну Крупскую к Владимиру Ильичу Ленину, который лично дал согласие, эта телеграмма хранилась в музее бывшего ПЕТ-института, сейчас Вятского государственного университета, о том, что лично Владимир Ильич Ленин, он это делал крайне редко, но как раз дал свое имя этому институту. И вот то, что вы говорите, что менялось, совершенно верно. Потом классическая, и здесь со мной, вы все согласитесь, она, советская система, будет выстроена, и опять нам без немцев никуда оказывается, по системе, по принципам Вильгельма фон Гумбольта. Три ступени. Средняя школа, среднее профессиональное образование и высшее. То есть вот потом это будет модель. Но, тем не менее, на самом деле, все было непросто. Я вот как филолог, вот Виктор Борисович, может, вспомнит из своей технической области, но дело в том, что исторические, Михаил, и филологические факультеты именно в 20-е годы сливались. Там были отделения, вот так же и в нашем ПЕТ-институте это было, сливалось. Но самое интересное, что, например, такого они называли общественными факультетами, что вот, допустим, такого предмета, как литература, то есть, ну, тоже какое-то время не было, а она включалась, ну, то, что сейчас, что там общество знания. Да, вот если и история городов, ну, давайте поговорим там про Достоевского. Если история, ну, каких-то там деревень, вот давайте про Гоголя поговорим. Вот такая была любопытная система. Я прошу прощения. Да, и я читала лично протоколы заседаний комсомольских ячеек, где студенты брали обязательства. Мы за год вот своим небольшим коллективом обучим читать и писать 300 человек, 400 человек. Это очень трогательно читать эти протоколы заседаний. К 1941 году, к началу Великой Отечественной войны, не умеющих читать и писать в Советском Союзе было всего 10%. И это большая заслуга, и правильно говорил Виктор Борисович, и вы, Михаил, большая заслуга советской системы образования. И еще все-таки вы упомянули о женщинах. Я женщина. Я благодарна, что я родилась в Советском Союзе и смогла учиться в настоящем университете, а не просто на женских курсах или просто ходить и, так сказать, слушать публичные лекции. Так вот, дорогие друзья, а как раз о настоящем университете мы поговорим, и о университетах мы поговорим после рекламной паузы. Не покидайте нас. Эх, времена! Итак, дорогие друзья, это программа Эх, времена. Напомню, в студии с нами Ксения Станиславовна Лицарева, кандидат филологических наук, декан факультета филологии Вятского государственного университета, а также Виктор Борисович Чернявский, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий в машиностроении Вятского государственного университета. Так вот, мы как раз затронули тему университетов. Виктор Борисович, вы закончили что у нас, подождите? Днепропетровский государственный университет имени трехсотлетия воссоединения Украины с Россией. Вот. Виктор Борисович, могли бы вы рассказать поподробнее, что это было, когда вы окончили? Я вообще, насколько знаю, у вас была засекреченная тема диссертации. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. О засекреченной мы не будем говорить. В Советском Союзе было много засекреченных специальностей и направлений. Я могу сказать только одно, что напомнить, кстати, что город Днепропетровск, который сейчас Днепр, раньше назывался Екатеринослав. И вообще говоря, Екатерина Великой мыслился как южная столица Российской империи. В частности, Днепропетровский госуниверситет возник в 1918 году. И как вы думаете, Михаил, кто его основал? Нестор Махно. Даже так? Даже так. Я-то уж хотел сказать. В то время, когда Екатеринослав тогда был центром... Ну, дикое поле. Да, дикого поля. Несмотря ни на что, Махно был весьма образованный человек. Вот. Он в городе Екатеринослав основал университет. Я даже делал с ума с этим. Это очень интересно. Ну, а потом университет проходил сложные всякие, скажем, сложные периоды развития. Могу сказать только одно, что в Советском Союзе существовало два... Ну, в смысле, существовало Министерство образования Союза Советских Социалистических Республик и существовали Министерства образования Союзных Республик. Так вот, была сеть университетов классических, которые подчинялись Союзному Министерству. Их было не очень много, порядка десяти. ДГУ точно подчинялся Союзному Министерству. Понимаете, это была система, как сказала Ксения Станиславовна, верно, наследница Гумбольта. Она сложилась, безусловно, под влиянием все-таки немецкой школы. Именно технической. Я сейчас говорю о том, что мне ближе. Технические специальности. Все были специалитеты, понятно, никакой баллонской системе тогда, и даже помыслить нельзя было. Это было классическое техническое образование. Причем, я скажу так, что мое поколение, когда обучалось, оно прошло не только техническое обучение, но и гуманитарное тоже. Потому что большой блок в нашем образовании занимали общественно-политические и исторические в том числе дисциплины. У нас была история. Понятно, история КПСС, никуда не денешься. Затем была история СССР, был прекрасный блок по политической экономике и, понятно, научный коммунизм. Более того, сюда, в этот блок входил дилектический исторический материал. Конечно, узкими специалистами нас готовили, но какие-то общие представления о тех процессах, которые происходили тогда в мире и вообще о закономерностях развития общества как в целом, ну, слава Богу, нам дали. И о том, как нужно говорить. Совершенно верно. Нет, но вы представьте, мне рассказывал Виктор Борисович, ну, так было во всех секретных специальностях, они писали лекции, а все тетрадки оставляли. Нет, ну, это традиционная технология, она и сейчас практикуется, то есть все было закрыто. Мы из корпуса ничего не могли вносить, у нас была своя спецбиблиотека. Занимались мы исключительно в конспектах, которые сдавали спецбиблиотеку. С одной стороны, это приучало к будущей системе работы, понятно, каких предприятий. С другой стороны, это был колоссальный дополнительный стимул для дисциплины. Мы приходили, скажем, заходили в корпус. Как правило, у нас занятия начинались где-то часов в семь, а уходили, ну, где-то часов в девять-десять вечера. Прекрасно. Я, дорогие радиослушатели, я просто так это отмечу, что Виктор Борисович работал в КБ Южное, а также занимался строительством и проектировкой ракет... Проектированием. Проектированием. Проектированием ракет среднего и дальнего радиуса действий, если я не ошибаюсь. Ксения Станиславовна, а вы, насколько я знаю, заканчивали Белорусский государственный университет в городе Минске. Совершенно верно. И здесь я все-таки опять хочу уточнить. Первые университеты, вообще-то их с годами, особенно во второй половине девятнадцатого века, количество увеличивалось, но, например, в городе Днепропетровске там не было университета, не было, например, на Кавказе, не было и в Минске. Белорусский государственный университет – это первое высшее учебное заведение на территории Белоруссии. Процесс открытия новых высших учебных заведений был при советской власти БГУ 30 октября 1921 года. Классический университет с прекрасным составом преподавателей. У нас даже, вот если сравнить с Виктором Борисовичем, у нас дискриминация. Он учился на пятерке, и я училась на пятерке, но моя стипендия была 52 рубля. А у вас, Виктор Борисович? 85 рублей. Но университет, конечно, себе брал, и у нас получалось 75. На четвертом и пятом курсе повышенная стипендия уже составляла 100 рублей. Вот отношение к гуманитариям. Но дело-то не в этом. У нас была рядом прекрасная библиотека. Спустя лет, наверное, 15 я поняла, как нас делали, как нас любили. Нас делали единомышленники. Мы были абсолютно, тем не менее, свободны. Когда мне сейчас рассказывают, знаете, вот не давали читать Ахматову, там, Цветаеву, бросьте Ахматова и Цветаева, и Пастернак, Игорь Северянин. Да, конечно, ну не было доктора Живака по понятным причинам или реквием, потому что все появится во второй половине 80-х годов, но тем не менее у нас была эта свобода. Мы действительно свободно цитировали, пропадали в библиотеках. У нас был куратор, мы ходили в театр оперы и балета, мы посещали все выставки. Я не знаю, у нас старославянский язык, который у всех вызывает, ну я не знаю, судороги. Это были самые замечательные лекции. Читал дважды доктор, доктор филологических, доктор педагогических наук, Адам Евгеньевич Супрун, я никогда не забуду, ранняя весна. Мы сидим утром рано, в восемь, в сквере и читаем евангельские тексты, читаем и разбираем. Там была привита любовь, вот у меня лично, к вот этой идее панславянизма, к славянству. Мы изучали славянские языки, это был свободный выбор. Все славянские языки, это и польские, и черские, и болгарские, и сербско-хорватские, у нас читали носители языков. У меня было много любимых преподавателей, люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Я помню, Ларису Коротко у нас была преподаватель, она была партизанкой. И когда она нам читала о взятии Рязани Батыем, мы плакали, и мы все в зале, а у нас было 130 человек, мы все скачили, аплодировали, это был первый курс. Вот такие у нас были лекции. Да, конечно, были преподаватели похуже, были, которых мы боялись, но какая-то академическая, высокая атмосфера любви к литературе, к языку, но она во мне сохранилась. И, конечно, мой самый любимый, незабываемый преподаватель, мой руководитель диплома Ирина Степана Скоропанова, книги которой можно и в нашей библиотеке найти в том числе, сыграла в моей судьбе решающую роль, я бы так сказала, потрясали преподаватели. Впервые узнала о Кирове на самом деле от нашей преподавательницы, и она рассказывала про Августу Миклашевскую, которая во время эвакуации приехала. И здесь же я благодаря тем преподавателям правильно и произношу. Андрей Упит, Ян Райнис. Нас этому научили. Заканчивая такую оду своему университету, я бы хотел сказать, на самом деле, чему учит университет? Вот сейчас говорят, вот, знания мы и так можем получить. Ребят, не надо путать. Вы можете получить информацию, а что вы с ней будете делать? Знания может дать только преподаватель. Только человек, который не один учебник прочитал и не два, который пережил это, понял, что такое университет, кроме знания, академического братства, высокой научной мысль. Для меня это интеллектуальная честность, то есть это соединение интеллекта и нравственности. И в этом плане, мне кажется, наше советское образование достигло этой высоты. Ну а мы сейчас все коллеги, все сотрудники Вятского государственного университета. Я надеюсь, что мы продолжаем эти традиции. Дорогие друзья, я ведь тоже преподаватель Вятского государственного университета, доцент кафедры истории и политических наук. Сейчас возьму немножко слово «я». Я закончил вуз уже в 21 веке. У меня были в действительности потрясающие учителя. Одним из моих учителей был Виктор Валентинович Низов, пожалуй, один из последних крупных историков-краеведов. Также мне, конечно же, вспоминается, безусловно, умничка, а ныне мой коллега Владимир Анатольевич Коршунков, Михаил Сергеевич Судовиков, с кем жизнь нас связала еще сильнее. Он стал моим научным руководителем и фактически остается и, безусловно, мой близкий друг и, пожалуй, вот по-настоящему учитель Елена Алексеевна Кошлева, а также, допустим, Виктор Аркадьевич Бердинский, которого я никаким образом забыть не могу. Юрий Александрович Балыбердин, который, безусловно, нес вот эти вот традиции, объединял их всех. Декан исторического факультета он был. Конечно же, мы, историки, очень своеобразные товарищи, еще более сумасшедшие, нежели филологи или же технари. Наше мнение будет звучать. Мы будем везде. Мне хотелось бы вам сказать словами Александра Башлачева из песни «Случай в Сибири». Не говорил ему «Застрой, ведь сам я не встрою». Да строй не строй, ты только строй. А не умеешь строить – пой. А не поешь – тогда не плюй. Я не герой, ты не слепой. Возьми страну свою. Я это к тому, что нужно взять историю своей страны, настоящую, и укрепить это в будущем. В гостях у нас была Ксения Станиславовна Лицарева, кандидат филологических наук, декан факультета филологии Вятского государственного университета. А также Виктор Чернявский, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий в машиностроении ВИАТГУ. И ваш покорный слуга Лицарев Михаил, доцент кафедры истории и политических наук ВИАТСКОГО государственного университета. Спасибо большое за внимание. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, дорогие друзья.